В северском поселении прошла внеочередная сессия совета. Основной вопрос повестки дня – выборы нового главы администрации. Согласно уставу поселения, глава избирается депутатами из числа кандидатов, допущенных по результатам предварительного конкурса. Установленный срок документы представили четыре кандидата. В рамках работы комиссии один из участников конкурса не допущен ко второму этапу конкурса в связи с выявленными в документах нарушениями. Второй участник по результатам второго этапа конкурса не включен в список кандидатур, представляемых в Совет Северского сельского поселения, поскольку набрал наименьшее количество баллов среди участников в рамках индивидуального собеседования. В итоге у совета осталось две кандидатуры – Анастасия Серба, которая отказалась от предвыборного выступления, и Алексей Анашкин, который уже три месяца исполняет обязанности главы поселения. В своем выступлении кандидат рассказал, что подробно изучил проблемы районного центра. Основные направления работы на ближайшее время – водоснабжение и водоотведение, благоустройство, ремонт дорог, установка уличного освещения, наведение санитарного порядка. Ну, это основная работа, которую я планирую выполнять. Остальное мы с вами на всех сессиях с 3 ноября, я на каждой сессии с вами присутствовал, со всеми я с вами контактировал. Все ваши пожелания, они учтены. Я их принял лично в работу, я их держу на контроле. Будем стараться совместными усилиями, опять же скажу, с вами выполнять нашу работу. И совместно с вами мы сделаем нашу станицу чище и краше. В поддержку Алексея Анашкина высказались депутаты поселения, района и законодательного собрания края. Я 32 года работаю в 43-й школе и впервые исполняющий обязанности провел встречу с коллективом. Выслушал все проблемы – и проблемы школы, и проблемы личного характера, что касается улиц. Ясно, что он изучил станицу от и до. Ну и работа сама по себе будет продолжаться, наверное, для того, чтобы мы почувствовали, что у нас достойная глава поселения будет на месте. Человек, который уже стремится к решению вопросов, обсуждает, как решить проблему. Это уже значит, человек для себя сделал определенные выводы, и он готов в первую очередь посвятить себя станицы. А это много значит. Положительный онзыв работе Алексея Анашкина дал и глава района Андрей Дорошевский. Заслушав доклад Алексея Ивановича, подготовленную речь, сразу видно, что человек погрузился в проблематику поселения, вник, поработал с коллективом, поработал с депутатами, поработал с общественностью. Придя сюда исполнять обязанности и погрузившись, узнав проблемы поселения, не каждый бы согласился остаться и тем более заявиться на главу поселения. Алексей Иванович, надо дать, должен не испугался и изъявил желание. Сделал ответственный и осознанный шаг. Главу поселения, согласно уставу, избирали депутаты путем тайного голосования. По его результатам, 17 из 19 присутствующих депутатов отдали свои голоса за Алексея Анашкина. В торжественной обстановке новый глава принес присягу. Вступая в должность главы северского сельского поселения, торжественной пленусь добросовестно исполнять обязанности главы северского поселения, защищать интересы жителей поселения, уважать и охранять права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, законы Краснодарского края, устав северского сельского поселения, устав северского района. Андрей Дорошевский поздравил главу с официальным вступлением в должность, пожелав продуктивной работы на благо северского поселения.